Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Марина, канал Тару Даймонд Дрим, и предлагаю вам очередной традиционный расклад карта дня 6 января 2020 года. Поздравляю вас с Новым Годом, а также наступающим Рождеством, и давайте посмотрим, какие энергии придут в наш день сегодня, 6 января 2020 года. Этот расклад будет актуален для вас в любой день, когда вы его найдете, но, однако же, все-таки смотрим в первую очередь 6 января. Четыре варианта предлагаю вам, 1, 2, 3, 4. Выбирайте либо по номеру, либо по цвету сердечка, либо по карте, которая вам больше понравится, приглянется. Сейчас я выложу карты. Вариант номер 1, 2, 3 и 4. Выбирайте, если вам нужно время для того, чтобы определиться, поставьте, пожалуйста, видео на паузу, а мы будем начинать. Итак, первый вариант. Белое сердечко, Аркан Луна. Аркан Луна говорит о том, что сегодня вы находитесь в своем больше внутреннем мире. У вас энергия дня такая, что не хочется вам выходить из своей, так сказать, раковинки. Здесь, видите, у нас рак нарисован такой, вылазит из какого-то своего болотца, смотрит на Луну, собачки подвывают на Луну. Вот приблизительно такое где-то у вас внутреннее состояние. Почему-то как-то, может быть, плохо выспались, может быть, что-то там сон плохой приснился. Может быть, у вас, в принципе, есть какие-то волнения, переживания. О какой-то ситуации можете переживать и волноваться. Чаще всего Луна – это и есть переживание. Возможно, страх и неуверенность в чем-то. Луна, знаете, это такой сложный довольно аркан, который говорит о том, что чаще всего человек вот эти самые проблемы и какие-то страхи, переживания, он сам себе их придумывает. На самом деле они очень-очень редко имеют под собой основу, почву. Поэтому если вдруг у вас такая энергетика сегодня, действительно, в ваш день пришла, и вы чувствуете, что что-то где-то на душе у вас так себе как-то, то выходите из этого состояния. Оглянитесь вокруг, вспомните, что мир прекрасен, и вокруг огромное количество замечательных людей и интересных событий просто чем-то себя отвлеките и развлеките. Если вы страдаете по-любимому, к примеру, здесь тоже это может отыгрываться, вы в разлуке, к примеру, либо просто у вас какие-то волнения, переживания из-за другой какой-то ситуации, все равно нужно из этого состояния выходить, потому что оно не есть хорошее. Оглянитесь вокруг и просто поймите, что жизнь прекрасна. Вот, я бы сказала вам так. По аркану Луна, в принципе, совет такой всегда идет. Выходите из этого состояния, выходите из своего кокона какого-то. Откройтесь миру, поймите, что жизнь прекрасна, и все на самом деле просто замечательно, и ваши страхи, ваши опасения, ваши волнения, переживания, они на самом деле безосновательны. Вот такой у нас получается первый расклад, первый аркан, второй аркан у нас десятка жезлов. Ну, это говорит о том, что у вас сегодня много обязанностей, может быть, это работа, может быть, это какие-то обязательства перед кем-то, перед семьей, детьми, перед начальством на работе, действительно, перед какими-то партнерами. Вот тащите в эту охапку, видите, сколько здесь 10 жезлов человек несет, ему нужно донести до места назначения эти жезлы. Но как бы ему тяжело ни было, он все равно донесет их, потому что это его обязанности, это его действительно ноша. И даже, можно сказать, это урожай, который он собрал за какой-то период времени, и вот-вот уже близится к завершению его работа, и он притащит, наконец-то принесет тяжелую охапку этих жезлов, и, ну, можно сказать, будет победителем в ситуации. Также у вас много каких-то забот, скорее всего, повседневных, ежедневных, много каких-то дел, но вы со всем справитесь, потому что это отличный позитивный аркан, который вот именно об этом и говорит, что как бы ни было вам там, может, вам кажется, что вы как белка в колесе, может быть, что-то вас, в принципе, волнует, тяготит, что-то, ноша какая-то непосильная вам кажется, вам все по силам, все дотащите, все сделайте, все завершите, все будет хорошо. Это второй вариант, второй аркан. Третий вариант, синее сердечко. О, у нас страшный суд выпадает, аркан. Это в основном все, что связано с семьей, и, ну, с детьми с вашими, с партнером с вашим, с партнерами. С какими-то прошлыми отношениями, либо с семьей, либо с прошлым. Чаще всего вот этот аркан указывает на это. Может быть, известие какое-то из прошлого вы получите, может быть, от какого-то человека, с которым давно не виделись. Может быть, просто встретите кого-то, с кем вы были связаны в прошлом, какими-то либо отношениями, либо просто были знакомы, он имел значение в вашей жизни, этот человек. Либо, ну, в принципе, какая-то будет связь с прошлым, что-то где-то проявится как-то. А может быть, вы просто вообще найдете какие-то старые фотографии, будете дома сидеть, пересматривать их вплоть до этого, может быть. Также этот аркан говорит о том, что сегодня вам предстоит некое событие, которое уже должно произойти, и вы его заслужили по, так сказать, карме, по своим предыдущим поступкам. Вы получите что-то по своим заслугам. Опять-таки, это может проиграться в любой абсолютно сфере вашей жизни. Важный, очень хороший аркан, очень позитивный аркан, очень справедливый аркан, который говорит о том, что да, сегодня что-то действительно вам предстоит очень важное, и то, что, ну, я уже сказала вам, да, то, чего вы заслуживаете, и то, что уже как бы назрело. Либо просто что-то связанное с прошлым. Чаще всего так. Еще вы можете, кстати, сегодня задуматься о духовном, задуматься о том, туда ли вы идете, в том ли направлении. Может быть, как-то даже планы свои поменять, по-другому начать строить, даже жизнь свою глобально как-то что-то решить. Очень такой интересный аркан, и проиграться может весьма-весьма многогранно. Ну, конечно, я бы сказала, что в первую очередь этот аркан связан с вашей семьей, с вашим родом. Могут происходить какие-то события, связанные именно с вашими родными и близкими. Хороший аркан, страшный суд, отличный аркан. Так, четвертый вариант у нас, и четвертый вариант, четвертый аркан – это принц Жезлов. Принц Жезлов – очень позитивный, отличненький такой аркан, который говорит, что вы сегодня позитивчик, вы сегодня активчик, все у вас получается, можете любое дело смело начинать, можете бросаться в бой и все, что угодно абсолютно делать, у вас все будет успешно. Особенно какие-то новые начинания прям замечательно пойдут у вас. Принц у нас Жезлов – это человек действия, вы должны сегодня действовать. Кроме этого, принца у нас обычно обозначают какие-то известия, вы можете, вестники они, вы можете получить известие, вы можете кому-то, наоборот, сами отослать известие, можете с кем-то встретиться, можете с кем-то познакомиться, можете с кем-то общаться активно в интернете, допустим, через интернет, через соцсети, через мессенджеры. Также этот аркан может быть связан с детками, с вашими детьми, допустим, да, с сыном, с дочерью, неважно, что-то может проиграться в этом плане, потому что принцы или пажи – это также еще и дети у нас. Также по этому аркану вы запросто можете сегодня куда-то поехать, как близко, так и далеко, неважно куда, вот можете в поездку отправиться, либо надумать, что вам хочется куда-то поехать. Отличный, хороший, очень позитивный аркан активности и успеха, в принципе, во всех начинаниях. Вот такой четвертый вариант. И давайте я вытащу еще из колоды Советы Ангелов-Хранителей карту для всех вариантов. Давайте под конец расклада еще все-таки возьмем одну карту, что нам хотят сказать ангелы, на что нам указывают всем именно в этот день. Хранитель действий. Самое время для вас выступить вперед и стать лидером. Ваши природные лидерские навыки призывают к действию. Это ваш звездный час, поэтому выходите на свет и воссияйте так, чтобы это увидели все. Данная карта также говорит о человеке, обладающем харизмой, способном вдохновлять других и не падать духом, когда он встречается с трудностями, о человеке, который любит находиться в сфере прожекторов. Вот смотрите, такой человек может проиграться сегодня в вашей жизни. И, возможно, это вы сами вообще-то. Отличный совет, мне кажется, заключает наш расклад сегодня. Расклад был интересный, он был неоднозначный, но очень-очень интересный. Тут, конечно, проигрались абсолютно разные варианты и суперский просто выпал еще совет в конце. Подумайте над ним. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной. Еще раз вас поздравляю с Новым годом, с наступающим Рождеством, счастья, любви, чтобы каждый ваш день был прекрасен, независимо от того, какая это дата, какой это праздник, какое у вас настроение и так далее. Настроение, пожалуйста, делайте всегда себе сами. Если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни не так, что-то вас волнует и беспокоит, просто сядьте, подумайте, разложите все по полочкам, оглянитесь вокруг, поймите, что жизнь прекрасна, огромное количество возможностей есть у вас наладить ситуацию, порадовать себя и идите вперед с гордо поднятой головой. Спасибо всем еще раз. Пока-пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok